привет всем я думаю настало время поговорить давно здесь не выходили подкасты скопились ваши вопросы вы их присылали вконтакте и на почту буду зачитывать отвечать для начала небольшая вставка рекламная пауза хочу вам рассказать об авторе агаты введенской это новый молодой автор сейчас ее первая книга уже на литрес книга в процессе написания то есть вы можете читать следить за новыми главами книга любовь и надежда она о сестрах в довоенном ленинграде в общем то это так скажем так называемая женская проза ну там про любовь про какие-то перипетии судьбы двух сестер слог у автора очень хороший поэтому рекомендуем и ссылку оставим под видео и в комментариях будет закреплено можете пройти и последить за этим автором я думаю что начинающим ребятам которые только как-то хотят обосноваться в мире писательства надо помогать поэтому пишут интересно рекомендую посмотрите последите почитайте теперь давайте вообще возвращаемся к нашей основной теме сразу начинаю читать вопрос стоит ли ждать альбома юра пусть под каким-то другим именем и так далее благодарю за вашу работу в данный момент ждать ничего не надо потому что пока это не в планах далее какую праву можно найти на блогеров которые оскорбляют шутунова что он сектант наркоман и так далее хотелось бы знать ваше мнение я думаю что никакого права не найти потому что у нас свобода слова и каждый говорит кто во что гораст ну когда какие-то оскорбления там ярко выражены публичные там еще можно написать какое-то заявление пытаться побороться вообще если вы никак не связаны со следственными органами то вы никак не можете повлиять на это тем более что это зачастую вот эти все оскорбления они как бы поданы как мнение ну типа я думаю там что он наркоман некоторые пишут что то такое как рассуждение вот я вам хочу прочитать комментарии которые нам оставили в дзене не буду говорить о имя автора но вот и послушать видео которое выложили в интернете где шутунов с инфарктом его тащит это всего лишь дистрибьют очередная утка к началу основного плана и сценировки смерти юры шутунова с инфарктом человек не может двигаться по крайней мере в течение нескольких часов после инфаркта следовательно юра шутунов был просто алкогольном опьянении поэтому кудряшов на видео скидывает руку шутунова и начинает звонить по телефону доказательства ко всему нет ни одного видео дальнейших событий присутствия юры шутунова в больнице морги и за свидетельствование на видео смерти известного человека юры шутунова и самое главное основное что не дало основания поверить что шутунов умер это поспешная кремация которая ставит точку в дальнейшем расследовании тело инсценировка смерти на лицо еще одно подтверждение этому нежелание светланы жены шутунова лететь из германии на похороны к своему мужу причина которой делать вид убитый горем вдовы то есть врать и последнее перехват прилетевший из германии светланы с детьми на похороны пугачёвой чтобы ввести светлана в курс дальнейших действий в инсценировке смерти ее мужа чтобы другие поверили думаю юра шутунов делился с пугачёвой о своих проблемах и идеи инсценировки подала юрия именно пугачёва в москве делают маски известности для каких-нибудь мероприятий корпоративов и маску шутунова могли сделать специальным оборудованием за считанные минуты поэтому обычно маску тянули на манекен или любого тела мужчины которого никому было хоронить а потом кремировали юру шутунов жив он находится на лечении в наркологическом закрытом диспансере в германии либо же в сша светлана шутунова и дети знают об этом и молчат потому что испытывают за зависимостью разыгранный спектакль здесь есть определенные вещи которые правдивы с которым конечно можно согласиться есть вещи которые но как бы и непонятно чем подкреплены например про пугачёву как она вообще в этой истории какие-то доказательства что-то ничего не приведено а также пора вот почему это сочетал здесь опять наркологический да там спонсер лечение от зависимости я полагаю хотя я не слежу за всеми этими блогерами и так далее что кто-то сочиняет что что-то наркоман и как бы пытается как-то аргументировать и в некоторых зрителях это все находит отклик поэтому они в это верят может там в жизни сталкивались или еще что-то в любом случае я думаю что то что юра наркоман это как бы легко провернуть он никогда не на одном концерте и не вышел какой-то шатающийся пьяный который был из какой-то дичь потому что артисты которые связаны с каким-то употреблением они рано или поздно как бы позориться на сцене это происходит всегда абсолютно потому что человек постоянно и находится вот это вот в постоянном употреблении в постоянной зависимости и если у него так много выступлений особенно как у Шатунова то это бы все равно мелькнуло то есть где-то бы там вышел неровно где-то бы спеть не мог где-то бы падал как некоторые там вообще падают всякое может быть а юра никогда не показывал какое-то неадекватное поведение поэтому здесь нет ни одного так скажем момента в котором можно сказать что да вот значит он наркоманил нет это не так не наркоманил поэтому все вот эти как бы сказать различные теории которые люди создают которые люди там раскручивают это все было это все продолжится как иначе без этого невозможно это будет всегда читаю далее вопрос здравствуйте юши же я вижу что довольно много людей поддерживают вас и верят подписываться на каналы но есть также армия людей которые считают что мы все вредим в семье Шатунову Шатунову что он умер а мы занимаемся всякой ерундой иногда падают до оскорблений вас это как-то задевает или нет прокомментируйте свое отношение к этим людям нет никакого отношения к этим людям абсолютно эти люди настолько далеки от какой-то правды истины что мне они не интересны и они вот то что они говорят и пишут какие-то там вот выхлопы эти свои газовые они к ним все равно вернутся эти выхлопы иногда вернутся более 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 страшном формате чем они выхлопали потому что за все свои слова все равно надо ответить хочешь не хочешь а придется и в данном случае мы конечно вот в этой ситуации только жертвы то есть мы ведь не ходим там наши админ там основные подписчики я имею ввиду постоянные которые давно они же не ходят по группам и не оскорбляют людей ну что там единично это делать с подписчиком но вообще-то это не наша история мы не ходим и никого не убеждаем не переубеждаем к нам сами приходят на нас сами натыкаются поэтому как бы если мы даем какой-то отпор то мы отвечаем на агрессию поэтому люди которые изначально сами эту агрессию начали они ее и получат обратно и они могут об этом даже не задумываться или думать что это все чушь и их это не коснется коснется все что мы желали все что написали им все вернется обязательно поэтому у меня отношения никакого к этому нет к этим людям я про них не думаю и вообще как бы мне не интересно что они думают эти все одинаковые бездумные фразы просто говорят об отсутствии логического мышления и к сожалению и порядочности потому что как не крути какие не подбирай слова там пить это и как не извращайся если ты человека уважаешь хоть немного то ты можешь определить где его друзья где его враги то что мы высказываем правду рассказываем про семью там вот и якобы семью про Светланочку вот и якобы мы же говорим сухофакты ну да ну сменила она фамилию ну была она Чумакова и сменила она в восемнадцатом году фамилию ну что но ну это факт документально подтвержденный это истина и уже из этого из общей картины поведения из всего из того как Юра говорил абсолютно разные слова про семью там про жену путался в каких-то цифрах это все наверное указывает да насколько вот представление фанатичек отличается от того что у Юры в жизни в реальности они не знают его жизнь они знают только то что им позволено знать и я вас уверяю девяносто девять процентов даже наверное сто артистов никогда вам правду про свою жизнь не скажут они могут сказать что только что то хорошее про себя очищенное улучшенное но никто никогда не сядет перед вами и не будет держать ответ и отчет это их личная жизнь потому она и личная и меня коробит вот в этих фанатичках то что они считают Шатунова а вещью б что он им все рассказывал и рассказал бы я как-то натыкался на комментарии на нашем канале они пишут дословно Юрочка не мог так с нами поступить если бы хотел он бы предупредил то есть понятно да он должен их предупреждать они не воспринимают его как артиста какого-то они воспринимают его просто как вот раз он народный ну в кавычках потому что звания нет то он значит и их и вот он должен рассказать все с кем он жил как он жил когда он был там когда был сам они считают что он обязан но это все конечно чушь и бред будут ли у вас комментарии касаемо истории Кузнецова потому что это тоже темное дело и вот эта история которую вы рассказали про завещание пугает неужели это все система я вам уже не в первый раз говорю что это все система таких совпадений не бывает что один участие группы погибает в кавычках и другой погибает ну грубо говоря любое слово можно один исчезает да что ну потом второй погибает Кузнецов так не бывает этого не может быть значит за этим есть система и если вы хоть немного знакомы с детективным жанром вообще с криминалистикой как таковой то вы согласитесь что не бывает таких совпадений это не совпадение будут ли у нас комментарии у нас уже были определенные комментарии ну и да еще будут а дело сейчас вот это вот оно повисло то есть иск ну в том смысле что пока новых каких там событий нет мы вам показывали что там с иском то есть все впереди и все таки если Валентина Кузнецова будет отстаивать дальше свои вот эти права то ну вообще это тяжело посмотрите потому что такой возраст у нее и кто там в окружении большой вопрос кому вообще можно там доверять это еще больший вопрос далее вопрос неужели нет экстрасенсов которые поговорили правду вы как то сказали что все экстрасенсы шарлатаны ну вот понимаете вот это вот как бы направление да мода экстрасенсорики это конечно все шарлатаны это может быть неплохие психологи ну это просто понимаете очень легкие деньги человек когда находится в каком то таком психологически разболзанном состоянии что то у него плохое случилось на него легко воздействовать убедить в чем то поэтому эти люди этим пользуются есть определенные люди конечно с талантами есть но их мало и они вот так не сидят там на канале они создают деньги за это и не получают потому что немножко там другая система то есть им как бы даже нельзя брать деньги что ли вот за это все а кто говорит я сейчас вам тут все сделаю и карты разложу и с духами пообщаюсь вот мой прайс ну это как сказать обмануть меня не трудно я сам уману от Саратов ну пока это основные наверное вопросы не повторяющиеся такие выделяющиеся из последних я думаю что мы с вами еще обязательно поговорим в таком формате здесь на ютубе хотя в основном конечно сейчас у нас все эти выпуски на дзене до скорых встреч